Добрый день, друзья! С вами сегодня снова в рамках рубрики «Открытый микрофон» Дмитрий Чуга. В формате «Чуга без воды» сегодня расскажу вам про один очень важный инструмент, который поможет вам в ближайшее время заработать очень много денег – поиск дивергенции и конвергенции на графиках валютных пар. Что такое дивергенция? Дивергенция – это расхождение максимумов цены и максимумов любого из осцилляторов. Зачастую для поиска дивергенции используют индикатор MACD, который специально для этого как раз таки и был создан, но можно находить дивергенции и с помощью других осцилляторов, например, RSI. Лично я пользуюсь индикатором MACD. Что благодаря этому индикатору и состоянию рынка мы можем с вами определить? Существует три закона движения цены. Первый закон гласит, что действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменится. Второй гласит, что тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет. И то есть это означает, что у нас появляются признаки ослабления тренда, прежде чем тренд этот поменяется. И за 10 лет торговли я еще не видел ни одной смены тренда без каких-либо на это предпосылок. Как определить дивергенцию? Вы берете на графике две или три последние вершины и соединяете их с помощью трендовой линии. Если эти вершины движутся наверх, а в это время вершины индикатора MACD движутся вниз, то это и называется дивергенция. Причем дивергенция еще бывает такой, что вершины могут находиться на одном и том же горизонтальном уровне, но при этом гистограмма MACD движется последовательно вниз. Или наоборот, значение цены движется наверх, а гистограмма MACD остается на одном и том же горизонтальном уровне. В этот момент совершенно необязательно открывать сразу же сделки против предыдущего тренда, а нужно дождаться появления сигнала на продажу. Сигналом на продажу при дивергенции является первое это пробитие нижней линии тренда под дивергирующими вершинами. Второй вариант это заход посмотреть на возможный ретест этой же самой линии тренда. Ну и третий вариант это если у нас есть полностью сформированная дивергенция из двух или даже трех вершин и совсем на пике этой дивергенции цена еще раз резко движется в продолжении предыдущего тренда. Затем если она формирует поглощение, противоположную свечку, то тогда в этом случае уже можно открывать сделку против предыдущего тренда. Целевой уровень для отработки дивергенции номер один это первый локальный минимум этой дивергенции, а в том случае если цена перебьет этот локальный минимум, то тогда ищем линию поддержки ближайшую, видимую как целевой уровень. Конвергенции называют ту же самую дивергенцию, но только после нисходящего тренда. То есть у нас там также должно появиться два локальных или более подряд минимума, которые движутся вниз, а при этом минимумы на индикаторе MACD движутся последовательно наверх. Причем прошу обратить внимание, конвергенции срабатывают гораздо чаще и быстрее, чем дивергенции, потому что немало есть примеров, когда дивергенцию мы видим, а цена продолжает двигаться в том же направлении. При этом при конвергенции цены разворачиваются гораздо быстрее. Дивергенция это не признак смены тренда, это признак его ослабления, то есть самые первые шаги и разворота вы как раз таки можете найти с помощью дивергенции. Самый первый пример, когда я действительно понял важность оценки дивергенции и конвергенции на графике, это в 2015 году в декабре, когда евро подходил на валютной паре евро-доллар к ценам 1,06-1,05 и все ожидали продолжения нисходящего тренда до паритета евро с долларом. При этом паритета не состоялась, между прочим, до сих пор, пять лет прошло, а дивергенция тогда уже была и говорила о том, что нужно купить евро или, по крайней мере, не продавать его. На текущий момент на многих графиках валютных пар и не только, сейчас очень много дивергенций и конвергенций. В ближайшее время мы можем увидеть с вами очень серьезные и интересные движения, на которых вы можете заработать. Одну из дивергенций я сейчас вам покажу на графике и объясню, какие у нас варианты развития событий. Итак, какие дивергенции у нас есть прямо сейчас? Прямо в текущий момент, в момент записи этого видео, на валютной паре фунт-доллар, на часовом таймфрейме присутствует дивергенция, которая состоит из трех вершин и расширяющегося треугольника. Мы видим то, что цены движутся наверх, а значение индикатора MACD движется вниз. Здесь дожидаемся пробития нижней границы. Если нижняя граница пробивается, можно открывать сделку на продажу. Как целевой уровень выбираем ближайшую линию поддержки, отметку 1.36100. Более интересная есть дивергенция на недельном таймфрейме по валютной паре евро-доллар. Обратите внимание, сейчас у нас есть две вершины, которые показывают нам дивергенцию. В прошлый раз эта самая дивергенция сработала в 2017-2018 году. Тоже было две вершины на недельном таймфрейме. И сработало это падением цены максимум на 18 тысяч пунктов. При этом резкое падение, допустим, было здесь на 8 тысяч пунктов, что тоже неплохие деньги. Вашим домашним заданием будет поискать другие дивергенции и конвергенции на остальных валютных парах или финансовых инструментах. Очень важно, помогайте друг другу. Если в ваших сообществах вы где-то поделитесь информацией о найденной дивергенции или конвергенции, это кому-нибудь обязательно поможет. Помогайте друг другу и еще помогите нам сделать этот формат еще лучше. Действительно, мне нужно знать в таком формате чуга без воды. Продолжать писать эти видео или перейдем все-таки к прямым эфирам. Субтитры создавал DimaTorzok